Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч четвертого тура АПЛ Саудгэмптон-Вестхэм. Встречаются 13-я и 2-я команды АПЛ текущего сезона. В предыдущем туре Саудгэмптон имел преимущество на Сент-Джеймс Парк, но за малым не проиграл, пропустив гол на 90 плюс в первой минуте. Однако пару минут гостям хватило, чтобы заработать пенальти и сравнять счет. Вестхэм дважды по ходу матча ввел против Пэлос, но едва не проиграл игру, когда в концовке игры мяч едва не разминулся с перекладиной ворот после удара головой с близкого расстояния. Очные матчи В последних 10-ти очных матчах у Вестхэма 7 побед при двух поражениях и одной ничьей. 6 из 10-ти матчей были на обе забьют нет и 8 на тотал больше. В трех последних домашних матчах Сауд не выигрывал у Вестхэма. В последних двух очных матчах на Сент-Мэрис был забит только один гол. Молотобойцы очень прилично начали новый сезон, без вопросов разобрались с Ньюкаслом и Лестером, но забуксовали в игре против Пэлос. Святые начали с поражения Эвертона, но затем очень достойно отыграли против МЮ, за малым не взяв 3 очка. Будь Армстронг чуть поудачливее в концовке матча и реализовал бы выход 1 на 1, вряд ли МЮ успел бы сравнять счет. На Кубок Лиги команда Хазенхютля уничтожила Ньюпорт 8-0 и молодцом смотрелась с Ньюкаслом. Вестхэм сейчас не проигрывает 12 последних матчей, начиная с 9 мая, когда уступил Эвертону 0-1. Команда Моэса очень агрессивно провела первые три тура Саудгэмптон, также 4 из последних 5 своих матчей отыграл на тотал больше. На очных матчах на Сент-Мэрис в последних двух играх был забит только один гол. Что-то подсказывает, что и эта игра в норме должна бы быть забивной, и при этом хозяева не должны бы ее проиграть. Саудгэмптон очень давно не побеждал Вестхэм. Да, сейчас Молот обоицы очень хороши, но и Саудгэмптон в последних играх выглядит очень достойно. Поэтому потенциальная ничья 1-1 не будет здесь большой неожиданностью. Забьют ли команды больше голов, чем 2? Большой вопрос. Но уж очень результативно, обе отыграли последние матчи, тут уже пора бы заткнуть голевой фонтан хотя бы до двух голов. Из связки тотал меньше обе забьют до 1х, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2.18. На 1х1.61, на обе забьют до 1.59. Два последних варианта имеют невысокий кеф, поэтому их не очень-то хочется и брать. Вариант с тотал меньше, за 2.18 очень заманчиво. Но брать его тоже достаточно стрёмно, глядя на ту игру, которую сейчас показывает Вестхэм. Остается взять компромиссный вариант на обе забьют до за слабый коэффициент 1.59. Два последних очных матча этих команд прошли на обе забьют нет. Также на обе забьют нет прошли две последние очные игры на поле святых. Очень редко такая нулевая серия в очных играх этих команд продлевается на третий матч. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь лучше ничьей вряд ли что-то можно придумать. Коэффициент 3.50 вполне приличный. Правда шансов на то, что будет ничья не так уж и много, если смотреть на цифры. В предыдущем туре было сразу 5 ничьих. Между собой Саудгемптон и Вестхэм редко играют ничьи, а последнее было как раз в предыдущем матче на Сент-Мэрис. Обе команды свои предыдущие матчи отыграли в ничью, причем аж на 2-2. Поэтому как бы ничьей быть здесь и не должно. Но наверное это тот случай, когда можно пойти против логики цифр. Но играл же МЮ в минувшем сезоне 3 матча подряд на 0-0. А сборная Украины вон 5 ничейных матчей в группе отмотала. Плюс в товарняке с чехами снова сыграла 1-1 пропустив гол за пару минут до финального свистка. Поэтому за 3.50 здесь можно рискнуть поставить на ничью, которая в принципе вполне возможно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...